Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна и проект Фоберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим и покажем, и примерим новую коллекцию мужскую от Бурматикова и одно джинсовое платье, которое упало мне в автозаказ. Итак, на мне сейчас платье с длинным рукавом из джинсовой ткани для женщины. Артикул 528, 843, цвет синий, размер 52, состав 100% хлопок. Честно сказать, сложно было застегнуть его в талии. По попе оно отлично, нормально так вот сидит, да. Из-за того, что оно вот тут все в обтяжечку, оно немножко поднялось, потому что у меня спинка короткая. И слегка-слегка будет спину, что, в принципе, я думаю, вы в видео видите. Воротничок тут такой маленький, незаметный. Если верхнюю пуговку расстегивать, то уже получается очень откровенный, да. То есть, и что еще хочется сказать. Его можно носить расстегнутой досюда, с какой-нибудь белой футболочкой, голубой футболочкой, черной, да. То есть, все, что вам понравится. Мне это платье понравилось, я его с удовольствием оставлю. Единственное нарекание к этому платью, вы не поверите, ребят, меня застегивал муж. Потому что до такой степени тугие пуговицы, что я с ними не смогла справиться. Хотя, вот как вы видите, платье не большимерит, не маломерит. Оно идет прямо тетелька в тетельку, размер 52, прямо вот села на меня. Хорошо, в обтяжечку. Может быть даже, ну опять-таки верх вот великоват. Но вот в талии мне чуть-чуть тесновато же, совсем немножко. Вот именно вот в этом вот месте, именно в талии. Также тут есть петельки под пояс, но самого пояса в комплекте не было. То есть, вы можете просто так его без пояса носить. Или какой-нибудь свой пояс придумать и носить на свой цвет, вкус там, в цвет сумки и так далее. Ну и, конечно же, хочется в первую очередь познакомить вас с моделями, кто не знает. Повыше которые это мой муж Антон Кононов и мой свекр Евгений Владимирович. Да, смотрите, значит, на папе идет трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 529-084, размер 54. Он идет реально стопроцентный хлопок. Я его вам ближе еще буду показывать на столе, поэтому вы увидите и ткань, и все. Пап, как тебе эта вещь? Хорошо. Вот в ходе для меня именно размер. Для меня, конечно, рукава маленечко длинноватый, но в основном нормально. Ну это ерунда, да. Он теплый, средний. В какое время года его лучше носить? Когда прохладно. Прохладным летним вечером, например. Да? Так, далее смотрите, на папе трикотажные брюки для мужчины. Артикул 529-186, цвет черный, размер 54. Брюки реально, ребят, шикарные. Просто нет слов, потому что они идут не просто черные, они реально красивые, они реально классные. Да? У папы потемнее, у Антона, как вы видите, посветлее брючки. Но они действительно такие суперские, да. Вот. Что хочется про них сказать? Обычные карманы, есть место под пояс, да. То есть, ну никаких вообще нареканий нету. А сзади есть карманы? Нет. Нету. Да? Снизу, вот если папа сделает шаг дальше, ближе к двери, да. То есть, получается, как вы видите, они идут как спортивные штаны, да. Снизу идут вот такие вот манжетки. В общем, удобно, вообще никаких нареканий нет. Вот в них сейчас по улице ходить, в нулевую погоду, еще снег не растаял. Будет прохладно. Будет еще пока прохладно. Значит, все-таки... Да, на градусов 10. Да, где-то примерно на 10 градусов тепла. Хорошо. У Антона размер побольше. Вот одежды, значит, трикотажные брюки на нем идут размер 56 дроб 58. То есть, единого размера 56 или 58 нету, поэтому только такой размер. Есть тоже 100% хлопок. Они, кстати, тянутся, ребят, или нет? Да. Они тянутся. Хотя, чуть-чуть, да, не сильно, понятно. Значит, артикул 529-187 трикотажные брюки для мужчины. Сзади карман не обман. Так, я вижу, торчит какая-то завязочка. Да, то есть, они не как джинсы идут, а они идут именно на завязочке. Как спортивные штаны. Можно завязать потуже. Резиночка широкая идет. Хорошо. На Антоне трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 529-097. Размер 56-58 с капюшоном, как вы видите, тоже с манжеткой, не с резиночкой по низу. Внутри капюшона такой полосатик идет, да, то есть, капюшон затягивается, если нужно. В общем-то, все здорово. С начесом она, без начеса. На какую она погоду? Ну, а на ту же погоду, что и штаны, примерно 10 градусов, плюс футболка, если надеваете, будет нормально себя чувствовать. Снутри, как сказать, когда я надевал, там поверхность такая шероховая. То есть, когда надел, ее не чувствуешь. То есть, как сказать, даже не ровная, не мягкая, жесткая немножко. То есть, лучше всего, и носить не ноговое тело, а с футболкой. Угу, футболку, майку. Вот. Не колется? Нет, не колется. Но чувствуется немножко, как бы, жесткость. Поэтому лучше надевать с майкой. Угу, такая грубоватая вещица с характером. Не, ну, сверху все хорошо. Именно изнутри, что сделано, что рукава, что этот, немного жесткая. Угу. Хорошо. Хорошо, на какую погоду, вот если в ней просто по улице ходить? Наверное, плюс 15, да? Ну, да. По футболку где-то, можно при 10, ну, с безрукавкой. С чем-то с безрукавкой, да. А с 15 уже смело можно ходить. Угу. Ну, все, первый образ готов. Спасибо вам, дорогие наши. Идем переодеваться. Так, сейчас на наших мужчинах. 56 и 54 размеры. Трикотажная фуфайка с длинным рукавом. Артикул у 54 размера 529-210. Цвет обуви их бирюзовый. И у 56 размера 529-211. Ну, что скажете? Ну, ткань поплотнее, чем простая футболка. То есть, более, так сказать, она чуть-чуть тянется. То есть, она идет хлопок, я так понимаю, полностью. То есть, вот он, если растягиваться, плотный хлопок. То есть, не просто какой-то мягенький, еле заметный. Плотный. Угу. И тянется она, да, хорошо? Ну, мне кажется, нормальная такая вот магазин прогуляться летним вечерком. Ну, такая, ничего будет хорошенькая, я считаю. Угу. То есть, Антону по размеру нормально подходит. А папе рукава длинноватая, он говорит. Пап, будешь себе такую оставлять? Да, вообще-то оставлю. Угу. Мягкая, комфортная. Если что, так можно маленечко. Ну, да, да, да. Или внутрь. Да, лучше внутрь, я думаю. Ну, что ж, носите с удовольствием. Я так понимаю, возврата не предвидится. Ну, штаны вообще, ребят, просто клевые штаны. Так, ребят, легкий триготажный джемпер с воротом пола для мужчины. Артикул 529.060 у папы. И артикул 529.061 у Антона в размере 56-58. Цвет бирюзовый. Состав 100% хлопок. Я бы папе его оставила, а вот Антону порекомендовала бы верхние две пуговки расстегнуть. Мне так не нравится. Да, вот так как-то лучше, да, вот верхние две, если расстегнуть. Как-то вот меньше шею обрезает. Ну, я их тоже не люблю. Да. Ну, вот смотрите, папа сразу сказал, говорит, как на меня шили. Вот, Антону цвет нормальный, летом с шортами где-то вот вообще отлично в самую жару походить. И руки не сгорят, ну, как бы плечи не сгорят, самый солнцепёк. И мягкая, легкая, отличная. Как она вам по плотности, ребят? Мягкая, мягкая, очень мягкая. Мягкая, да? Да. Ну, и воротничок, наверное, стойкой не будет делаться, кто стойкой любит. Нет. То есть, мягкий он чисто для вида такой. Далее у нас с вами пошла моделька оверсайз, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Забегу вперед, оба отказались такое носить. Муж за кадром смеялся и говорил, полетели. Вот, значит, артикул 529-174 у размера 54. И артикул 529-175 у размера 56-58. Мне очень понравилась расцветка на Антоне. Да, как вы видите на папе, более такой глухой оттеночек. На Антоне более такой ярко выраженный оттеночек. И если бы эта футболка была бы поменьше и такой же расцветки, как на Антоне, которая папина, я бы с удовольствием, с превеликим удовольствием оставила бы ее Антону. Но у папы расцветка куда более такая, не очень. То есть, это идет по моде, по нынешней, по нашей. Идет именно оверсайз. В общем, футболки по окрасу огонь. У Антона более поярче. А у папы более посвежее. Ну, более такой глухой оттеночек. Но из-за того, что они на них висят, им обоим это не хочется носить. То есть, это вещь на возврат. И если вы будете брать своим мужчинам футболки, им не будет нравиться длина. Антону длина нормально. Папа вообще как в платьишке, да, получился. Длина нормально. Для меня длина нормально. Только была бы она меньше как бы объема. То есть, тебе надо было заказать 52 размер. Да. Да. Примерно. Да, примерно 52, а Антону 54. 56. Сейчас перееденемся. Я снимусь отдельно в этой. Как она у меня будет? Может, мы оставим эту на возврат? Ну, вот расцветка папина, еще раз повторюсь, мне не очень нравится. Она уже не такая мраморная, как у тебя. Почему-то очень сильно отличается. Вот подойдите ко мне поближе. Это прям видно. Да, видите? Вот у Антона расцветка и у папы расцветка. Антон, стань наравне вот с папой подальше. Смотри. А папа подойди обратно. Да. Видите? Прямо расцветки очень разные. Два голубоглазых. Ну, что ж у нас Вика сероглазая. Нет бы взяла глаза мужиков, а. Видите? Прямо очень разница. Если на 54-м папином размере вообще нету такого рисунка, который мне понравился на 56-м. На 56-м, он еще и оверсайз, он и на 58-60-й подойдет легко. Ну, да. И вот я думаю, Антон, твою футболку подарить своему папе. Нет, проверять ее на возврат. У него как раз левая часть парализована, и ему неудобно одевать все, что в обтяжку. Он любит свободное, и мне кажется, эта футболка для него будет просто как награда. И она ему будет очень хорошо смотреться. Вот. А папину пример нам интересно будет посмотреть. Так, ну вот, Антон, папина футболочка. Как бы получше, но все равно даже при 54-м размере место остается. То есть, и все равно вот эти вот, как сказать... Рукав болтается. Рукав болтается как-то, ну, не очень себя комфортно чувствуешь, как-то. В общем, не берем. Да, то есть ту мы мраморную, которой цвет красивый, по поле отправляем в Мурыгина, который мой родной папа Толя. Эту, значит, мы на возврат, получается. Вот, ну, в принципе, все. Ребята, как вы думаете, конечно же, ждем ваши советы. Так, сейчас на мальчиках легкие трикотажные джемперы с воротом пола. У папы артикул 529-240, у Антона артикул 529-241, размер 56-58. Обе стопроцентный хлопок, абсолютно одинаковые. Что скажете, папа первый? Для меня хорошо, мне нравится. Мягенькая, легенькая. Не маркая. Свободная. Да, не маркая. Ну, я с тобой полностью согласен. То есть, мягкая, в принципе, цвет тоже понравился. В принципе, даже с этими штанами не уже больше подходит, чем синие. Ну, да, штаны пока одни пришли, да. Поэтому, как бы, в принципе, все хорошо. Размеры еще по бокам идут, разрезы. А что написано на груди? Что за эмблема? Так это батл нами. То есть, чтобы у меня было на толстовке нарисовано, то же самое здесь. Только уменьшенный вариант. И воротничок, обратите внимание, такой полосатый, да. То есть, такой полосатенький, прикольный. Ничего уже не так. Так, мальчики, вы в кадре. Уже пошла запись. Я не могла, ребят, это во мне включить. Мы с мужем спорим. Я говорю, что ему эта футболка клево смотрится. И клево смотрится со штанами. Такой, получается, мраморный, клевый прикид. Мне вообще нравится. Я его уговариваю оставить. А он не хочет. Да, смотрите, вообще со штанами огонь смотрится. Я думаю, что вы оцените. Это вообще здорово. Итак, смотрите, значит, на мальчиках сейчас идет трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 529-180 на папе. И 529-180 на Антоне. У Антона всегда будет 56-58 размер, у папы всегда будет 54-й размер. Я 52-й решила не заказывать папе, потому что зима, все мы немножко набираем за зиму. Вот. И смотрите, она легкая, мягкая, классная, очень комфортная и очень свободная. Синяя как-то не так смотрелась. А вот тут смотрится комплектом, и мне реально безумно нравится. Мне бы хотелось, чтобы муж в таком ходил. Прямо не могу мне нравиться. И опять-таки, вот подойдите, ребят, наравне поближе, обратите внимание на то, что у папы футболка идет потемнее и меньше видно рисунок. Даже папу надо поближе, да, меньше видно рисунок, чем у Антона. У Антона опять-таки такой мрамор 56-58 размер, а 54-й более такой приглушенный, только на швах вот, да, видно. И немножко-немножко. И получается, если у Антона модный оттеночек, то папа как будто заношенный, застиранный уже, да. То есть вот мало-мало-мало краски в папиной, да. То есть вот не знаю, почему так отличается. Антох, оставляй. Ребят, скажите ему, напишите ему, чтобы он оставил. Ему действительно классно. Так, ребят, сейчас легкий текотажный джемпер с воротом пола для мужчины на обоих. У Антона 56-58 размер, артикул 529-103. А у папы 529-102, размер 54. Везде 100% хлопок, тоже хорошо тянется. Я вижу, что она легкая. Как вы видите, на концах рукава есть манжетки такие небольшие в цвет воротничко. В общем-то, мне нравится. Мне нравится. Подойдите еще поближе, ребят. Потому что тут что-то написано, я понять не могу, что тут написано. Ну, это тот же логотип, сочетание букв, о котором я говорил. Болт-нави. Все понятно. Вот. В общем, у нас как-то был такой крой. Фаберлик, Фаберлик, по-моему. Да, было? А сейчас точно такой же сделали, только вот с надписями с этими. Ну, в общем-то, ничего. Классно. Ребят, тоже очень приятный, спокойный цвет. Это та же самая футболка, которая была до этого, только в другой расцветке. С такой же надписью, все точно такой же. Мне очень понравился этот цвет. Легкий текотажный джемпер с воротом пола. Цвет бежевый. Антон 529-109 в размере 56, дробь 58. Папа 529-108 в размере 54. Обе также 100% хлопок, хорошо растягиваются. Вообще прям великолепно. Буковки есть и жирные, и легонькие. Ребят, вот подойдите, да. То есть хочется, чтобы вот буковки показать. Видите, они такие разненькие, да. И они написаны чисто черным. Хотя на камере они кажутся каким-то светло-черным. Нет, у них чисто черная, четкая такая вот покраска. Сама ткань покрашена, прокрашена. То есть это не наклеечки, ничего. И буковки тоже в цвет. Ну, вообще прям здорово. Ну, еще третий вариант. Вот это же самая мраморная коллекция. Оверсайз. Да, то есть синее мы отправили папе. Мы ему... Это бежевое идет. И еще черное было, да. Черное Антон уговорился, оставил себе. Значит, это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Папа артикол 529-168 в 54 размере. Антон 529-169 в размере 56-58. Ребят, если вам не хочется, чтобы оно смотрелось, как бы висело и было оверсайз, что сейчас очень даже по моде, то вам нужно просто заказывать на размер, а то и на 2 поменьше. Можно на 2-4. Да, можно и на 2 размера. На 4, Антон, ты переборщил, но на 2 точно можно размера меньше заказывать, потому что Антон примерял папину, и она на папе, ну, как на Антоне, все равно была слишком свободна. Поэтому, ну, цвет, конечно, почему-то... Вот предыдущая бежевая мне понравилась, а вот этот цвет как-то, не знаю, мне не понравился. Хотя с другими брюками будут смотреться просто наивеликолепнейшие. К сожалению, нам только одни брюки из этой коллекции достались. Вот. Я бы это оставила до тех времен, когда нам придут бежевые брюки. У вас еще будет примерка, вторая часть. И когда будут бежевые брюки, примерить вот ее с бежевыми. И посмотреть, как оно будет смотреться, здорово или нет. Папе, мне кажется, она длинновата, а Антону вот в самый раз вроде бы как по длине, да. То есть, ну, вот посмотрите как. В общем-то, мне не нравится им тоже. Так, сейчас на мальчиках легкие трикотажные джемперы с воротом пола. У Антона артикул 529.067, у папы артикул 529.066. Размер 54. Обе 100% хлопок, ну, такие же, как зеленые, да. Только другой расцветочки. В принципе, ткань такая же, да. То есть, не очень плотная, но и не очень легкая. Да, золотая серединка. В общем-то, носите с удовольствием. Я знаю, что мужская коллекция в компании Фаберлит просто шикарная. И качество хорошее. И есть футболки, которые мы ездили еще в Турцию. Папа их до сих пор носит. Сколько им лет? Три года, да, получается. Да, в Турции ему три года назад вот с родителями первый раз ездили. И ничего до сих пор с футболками не случилось. Это шикарное качество. Это хорошее вложение покупать мужскую одежду в компании Фаберлит. Вот действительно так. Я в этом уже убедилась на личном примере. Как вам, ребят, расцветка? Мне понравилось очень. Мне тоже. Да? И все? Какие у нас мужчины многословные. Они только у нас за кадром танцевать умеют. Так, на ребятах легкий трикотажный джемпер с воротом пола для мужчины. Артикул 529-234 это размер папы. И артикул 529-235 это размер Антона. А все стопроцентный хлопок. Ваше мнение? Хорошо смотрится. Да? Стройник. Да. Обратите внимание, ребят, подойдите, пожалуйста, поближе. Тут идет внутри вот это вот белое, да, и на ней черные пуговки получаются. Вот может быть кого-то это будет смущать, но мне кажется, что смотрится отлично. Да нет, это классика. Да, это классика, да. Ну, смотрите, как бы кидается в глаза вот этот вот. Я бы сделала ее лучше черной. Если бы белое было это, мне так бы смотрелось. Да? Да. Здесь так задумано именно черное. Ага, ну ладно, носите с удовольствием, раз вам нравится. Так, последний образ, ребят. Сегодня прям быстро-быстро мужчины, это же такие люди, которые раз переоделись, два переоделись. Перед зеркалом особо крутиться. Мне надо причаточку поправлять. Да, я каждый раз поправляю после того, как переоденусь. Итак, на мальчиках трикотажные шорты для мужчины. Артикул 529-150. У папы в 54-м размере. А у Антона 529-151-56-58 размер. Цвет черный. Состав 100% хлопок. Ребят, полностью 100% хлопковая пока что коллекция. Что хочется сказать по завязочкам. Точь-точь, такое же все, как и на штанах. Вообще ничем не отличается. Просто это шорты. Да, один карман вот папа показывает отлично. А эти карманы тоже как бы обычные, да? Ну, они погуже, чем у штанов. Да ты что? Да. Погуже. То есть можно кошелек положить, телефон положить. Влезет в него, вот выпадывает. Ну, отлично. У Антона опять мрамора немножко побольше на шортах, нежели у папы. Я не знаю почему так. У Скай. Он молодой. Да. Но 54-й в мраморе проигрывает в 58-му. Обалдеть, не встать. Ну, очень интересно, конечно. Не знаю, почему даже так. У меня мрамор в полосах больше. Да? Так. Значит, далее. На мальчиках легкие трикотажные джемперы с воротом пола для мужчины. Артикул Антон 529-229, размер 56-58. Папа 529-228, размер 54. Тоже 100% хлопок. Это точь-в-точь такой же вариант, как и предыдущий, как вы поняли. А только белый. И внутренняя часть пуговиц, где пуговицы пришиты, да, застегиваются, она идет темненькая. Вот, ребят, подойдите немножечко, как оно смотрится, да, посмотрите. С белыми пуговицами. Да, с белыми пуговицами, темно-синий такой вот, да. То есть, это не черный, а темно-синий именно. Ну, в принципе, нормально. Мне нравится все. Ну, что ж. Хочется с вами попрощаться. Обязательно пишите отзывы о первой части мужской коллекции. Обязательно напишите, как мне идет, не идет джинсовое платье, потому что я все еще в сомнениях. У меня ни разу в жизни не было джинсового платья, ребят, я вам признаюсь. Я не знаю, как оно на мне смотрится. Бурматиков прям открывает нам глаза на нас с разных ракурсов, и это вообще супер. Ну, что ж, всем пока-пока. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Будем рады для вас снимать практически все новинки от компании Фаберлик.